Всем привет! Прошедшая неделя выдалась богатой на события, и о самых интересных расскажем вам прямо сейчас. Европейская Лига — известные победители. Голден Лига — что нового? Битва за Алтай — турнир в Барнауле. А также наш новый конкурс «Приготовь логотип и выиграй КВ-5». Завершился третий сезон Европейской Лиги. В битве за третье место команда Леомин Трейн потеснила Денову, ну а в финале, вполне ожидаемо, встретились Виртус Про и Тим Дигнитос. Битва получилась очень плотной и напряженной. И чемпионами Европы стали Виртуса. Счет 4-3. Важная победа для команды и большой подарок для всех болельщиков. Поздравляем! Тем временем продолжается борьба в Голден Лиге. В 11-м туре приятно удивили Нью Стар. Напомню, на прошлый матч команда не явилась, в связи с чем получила техническое поражение. На этот раз ребята не только нашли в себе силы собраться вместе, но и обыграли Синерджи. Шансы последних на попадание в ландфинал теперь гораздо меньше. Очередную сенсацию преподнесли в Лол Тим 2. У команды уже были победы на такими серьезными коллективами, как Юнити и Майн. Теперь компанию им составили А-гейминг. Новички Лиги одержали верх и сделали весомую заявку на участие в итоговом турнире сезона. Пока одни команды решают свои турнирные задачи, другие уже готовятся к следующему сезону. Толгов ищут игроков. Требований к кандидатам много, но, как знать, возможно, это именно ваш шанс проявить себя на высоком уровне. Все подробности на странице команды ВКонтакте. Сильвер Лиги участники вышли на финишную прямую. Две команды, занявшие первые места в своих группах, попадают в дивизион рангом выше напрямую. Еще две сыграют стыковые матчи. Кто станет лучшим, узнаем в ближайшее время. Подробности на официальном сайте игры. Ну а мы обязательно расскажем новичка Голден Лиги в одном из ближайших выпусков. Битва за Алтай. Именно так называется турнир, финал которого пройдет 16 февраля в Барнауле. Изначально регистрация была открыта до 29 января. Но чтобы все желающие и наши зрители успели подать заявку, мы обратились к организаторам с просьбой отодвинуть крайний срок. Привет, я занимаюсь организацией мероприятий и турниров. И по просьбе ребят из передачи Киберспорт, мы продлеваем регистрацию на турнир Битвы за Алтай до 4 февраля. Теперь подать заявку успеют все. Нави в очередной раз порадовали своих поклонников интересным видео. Хотите узнать, как прошел недавний сбор команды, а самое главное, как Левша настраивается на победу? Тогда обязательно посмотрите их ролик. Ссылка в описании. Подходит к концу акция компании Wargaming и сети ресторанов Burger King, в рамках которой можно выиграть не что-нибудь, а КВ-5. Не у всех была возможность поучаствовать в акции, а иметь в своем ангаре такую машину хочет каждый. Поэтому мы объявляем новый конкурс. Сделайте логотип любимой команды танкистов из... еды. Сфотографируйте свой шедевр и пришлите нам. Наверняка у вас осталось что-нибудь после Нового года. Может, мандаринки или салат Оливье до сих пор стоит в холодильнике. Теперь появился отличный вариант, как это все использовать. Авторы самых необычных работ получат КВ-5. И на это у меня все. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова